Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу показать вам пустые баночки апреля и немножечко с вами поболтать, рассказать вам, что я использовала и оставить вам свой отзыв на использованные мною средства. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. В основном в пустых баночках, как всегда, будет у меня продукция от компании Фаберлик. Ну и кое-что будет из масс-маркета. И сразу в начале видео немножко хочу рассказать вам о том, что я использовала в макияже, потому что такие вопросы вы всегда задаете. И вот особенно всегда интересна помада, которую использую в видео. И сегодня на мне нанесена помада из серии Glammy. Это недавняя новинка. У нас вышло 5 новых оттенков. Я вам показывала этот оттенок. Это пыльно-розовый в артикуле 4867. И говорила вам о том, что мне этот оттенок очень нравится. Я прям пользуюсь с огромным удовольствием этой помадой. Наверное, почти каждый день тянется к ней рука. Это такой повседневный вариант. Очень нежный, очень красивый оттенок. Он немножко такой вот с розовинкой, немножко как бы такой, ну, наверное, розовый нюд. Очень красиво смотрится. И вот такую помаду я для себя взяла вторую в запасы, так как мне она очень-очень понравилась. Это помада-бальзам. Она дает такой красивый глянец на губам, прекрасно ухаживает, увлажняет за губами. Но ее нужно нанести где-то слоя, наверное, 3-4, это точно. Но помаду это не портит. Она в полосочку не скатывается, не растекается. В принципе, для меня она очень комфортна. И вот я уже у девчонок спрашивала, некоторые тоже сказали, что взяли вот эту помаду и также остались ею довольны. Еще я частенько пользуюсь вторым оттенком. Это лиловый. На ногтях у меня сегодня лак. Также недавняя новинка в компании Фаберлик. Очень мне он нравится. Это оттенок 79.00. По-моему, или розовый нюд. В общем, тоже вот с нюдом связано. Вот такой красивый оттенок, прекрасно ложится в один слой и неплохо сочетается с этой помадой. Помада, конечно, чуть побледнее. Лак чуть поярче оттенок, но все равно он очень красиво смотрится, омолаживает. Я в последнее время люблю такие оттенки и часто ими пользуюсь. Вот именно такие пастельных тонов. Сегодня я использовала, девчонки, на своих глазах тени. У меня здесь комбинация. Снова у меня здесь однушки от Dior, которые я покупала в Магнит Косметик. По внутреннему уголку глаза, то есть по внешним вот этим вот складочкам. В общем, надеюсь, я правильно выразилась. У меня однушки от Фаберлик. Это фиолетовый оттенок. У нас в восьмом каталоге появится в Фаберлик две новых палетки теней. Я жду прям с огромным удовольствием. Хочется их протестировать. Надеюсь, что будет отличное качество и что тени полностью устроят. Ну и, конечно же, в растушевке снова у меня из палетки для скульптурирования от Фаберлик. Это такой оттенок пыльной сливы, румяна. Я в последнее время вот, ну прям тянется рука. Каждый день вот в растушевке, какие бы я тени ни нанесла, мне хочется вот сюда вот прям вот растушевать, вот этот оттенок нанести. Он очень освежает, красиво смотрится. В общем, я им очень довольна. И также у меня сегодня нанесена тональная основа Neoserum от Фаберлик. В следующем каталоге она будет со скидкой 35%. Обращайте на это ваше внимание. И на мне сегодня тушь Push Up обновленная. Новинка седьмого каталога. Уже сегодня 9 дней я ее использую. И вы знаете, я в восторге от этой туши. Я сегодня вот накрасила ресницы. Получается, вот если особенно вы будете задерживать, вот как бы протягивать, можно даже поморгать, вот когда используете эту тушь, то она прекрасно удлиняет ресницы, делает хороший объем. Мне кажется, она даже стала еще лучше, чем она была у нас в прежней упаковке. Будет, девчонки, на нее хорошая цена в каталоге. Всего 199 рублей. Обязательно хотя бы одну. Если вы переживаете, боитесь, возьмите на пробу. Тушь действительно отличная. Я прям вот в восторге от этой туши. Вот одно но. Она имеет ультра черный пигмент. И поэтому у меня вот изначально, я много наношу туши на ресницы. Если вы наносите не так обильно, не так много, как я, то может у вас и не будет отпечатываться. Но у меня поначалу вот здесь бывает немножко отпечатываться. Потом это все вот так смахиваю. И все в течение всего дня она прекрасно себя ведет, отлично носится. И еще я сегодня достала вторую упаковку пудры. Пудра это будет у нас, по-моему, как-то вот она из серии Glam Team. Такая продолговатая. На магнитной упаковочке плоская. Я думаю, вы поняли, какой я говорю. В седьмом каталоге она будет всего 399 рублей в каталоге. Обязательно возьмите. Пудра отличная. И еще сегодня вот сверху немножко я использовала фиксирующую пудру. Разглаживающую пудру, которая у нас была вот в этой серии. С приятным ароматом. Я, к сожалению, выбросила. Не стала складывать в пакет с пустыми баночками. Так как там зеркало. Думаю, ладно, я сразу выкину. У меня по краям она осталась. Она у меня раскрошилась. Я хотела убрать крошку. Перевернула над раковиной, чтобы мелкую крошку стряхнуть. Но когда уже пудра заканчивается, вы сами знаете. И она у меня просто вся остатка там немножко осталась, выпала. Я писала в обратную связь по поводу разглаживающей пудры. Если вы не в курсе, артикул 6459. Может вам так понятнее будет. Спрашивала, почему ее нет в каталоге. Очень многим пудра понравилась. И многие бы с радостью повторили. На что мне в компании ответили, что в данный момент на складе пудра закончилась. И в ближайшее время поступлений не будет. Девчонки, давайте писать все вместе. Пудра замечательная. Я бы с радостью повторила. Я знаю, что вы тоже повторили бы эту пудру. И у меня даже девчонки в комментариях также спрашивали насчет этой пудры. Почему ее нет в каталоге. Скорее всего была выпущена партия. Она закончилась. Надеюсь, что еще для нас ее выпустят. Я бы по акции лайк ее с удовольствием бы приобрела. Но и теперь я много, как всегда, болтаю. Большое вступление. Теперь давайте смотреть пустые баночки. И да, ссылка для регистрации бесплатной в компанию Faberlic. Чтобы получить скидку 20% всегда под моими видео. Это моя персональная ссылка. Если вы по ней проходите, то попадайте ко мне в структуру. И вашим помощником в компании, вашим персональным наставником буду именно я. И обращаться по всем вопросам вы будете ко мне. И общаться тоже будете со мной. Поэтому, если хотите, я вас приглашаю. И всегда очень вам рада. Ну а теперь давайте смотреть, что же было в пустых баночках у меня. Вот эти баночки почти полный пакет. Я вам показывала в начале апреля часть баночек. Я где-то, наверное, недели за три накопила. Может быть, за две с половиной. Но получилось тоже достаточно много. Итак, это шампунь Эль Сеф. Это снова большая упаковка. Вот вы знаете, я не люблю большие упаковки. Могу только Эль Сеф покупать большой. Потому что это получается довольно выгодно, чем покупать маленькую. Но в маленьких шампунь более качественный, более густой. Мне кажется, здесь вот чуть-чуть он как-то пожиже. Это не очень заметно. Но когда моешь, допустим, из маленькой и из большого флакона, все-таки для меня разница ощущается. Может, для кого-то нет, но я ее немножко ощущаю. Но сам по себе шампунь великолепный. Мне он очень подходит, очень нравится. Он прекрасно обволакивает волосы. Он их не путает, хорошо промывает. Но вот я вам уже говорила, что у меня своя структура волос, она у меня пористая. Они у меня такие воздушные, пышные, пушистые и немного волнистые. То есть, я их просто укладываю, они вот так у меня пушисто лежат. Но если, допустим, я их начну укладывать по-другому, то тогда появятся у меня такие волны, локоны. То есть, у меня свой по себе волос волнистый. И поэтому у меня, наверное, своя структура. То есть, она у меня у корней. Они у меня быстро жирнятся, потому что я мою каждое утро. А здесь вот они у меня, ну вот, может, нормальные. Немножко такие они у меня суховатые. И вот Эльцеф шампуни, они такие, как бы, мне кажется, чуть-чуть подпитывают. То есть, они не путают волосы. Они не сухие, нехорошо разреживают, промывают. Ну, по этой причине мне они подходят. Но ими можно перенасытить волосы. Поэтому я иногда их с каким-то другим комбинирую. Для того, чтобы не так привыкали. Либо покупаю разные. Но я вот, мне все-таки хочется купить маленький еще объем. Ну, вы знаете, я вот сливала сегодня, мыла прям утром им волосы. Все уже прям не могла выдавить. Мне кажется, нужно еще перевернуть. Я, наверное, пока его отставлю на один раз. Здесь, наверное, точно еще хватит, чтобы помыть волосы. Потому что сейчас взяла и чувствую, что немножко там что-то еще булькает. Далее, следующее, что у меня закончилось, это вот такой бальзам. Это глянцевый блеск, тоже Эльцеф. Роскошь 6 масел. И это серия для лишенных блеска. Есть для нуждающихся в питании, вот здесь указано. Но там для очень сухих волос. Может перепитать. А здесь именно придает блеск. Пахнет прекрасно розой. Роза здесь очень красиво пахнет. Такой, я бы сказала, ну вот прям дорогой, приятный аромат. И этот бальзам слегка розоватого цвета. Перламутровый. Действительно, волосы от него сильнее блестят. Вот я его и вот с этим шампунем использовала и покупала еще вот такую серию. Еще у меня вот по акции был в Магните. По-моему, по 119 рублей я еще такой взяла в запас. И мне он очень понравился. Еще у меня закончилось средство от Фаберлик. Это новинка. Недавняя, по-моему, шестого каталога. Это для мытья посуды. Эвкалиптный арбуз с антибактериальным эффектом. Это вторая у меня уже бутылочка. И вы знаете, ну, наверное, недели за две я ее использовала. Я, получается, ну, довольно часто, наверное, мою посуду. То есть, я как-то вот не накапливаю в раковине. У меня даже если будет просто там стакан стоять из-под чая, все равно я его помою. Я не люблю, когда в раковине что-то есть, когда купится посуда, потом ее мыть. Ну, наверное, может еще по этой причине у меня как-то быстрее расходуется. Но я и не экономлю. Но здесь очень приятный аромат. Чувствуются нотки эвкалипта. Но для меня на мое боняние больше пахнет арбузом. Буду еще обязательно повторять. Очень понравилось. Средство прекрасное. И следующее, что у меня закончилось, это сплат. Это ополаскиватель для полости рта. Экспресс-уход для белоснежной улыбки с лимоном. Очень нравится. И сейчас у меня вот я открыла от Фаберлик с грейпфрутом. Тоже прекраснейшее средство. Великолепно доочищает полость рта. Вот с грейпфрутом от Фаберлик мне прям очень понравилось. И вот это с лимоном от сплат также нравится. Я уже его давненько приобретаю. И вот другие не хочется даже пробовать. Отличное. Но кто-то из девчонок по моему совету приобретал сплат. И говорили, что прям невозможно. Во рту прям он очень такой ядреный. Для меня нет. Он нормальный. Вполне приятный в полости рта. Но, наверное, у нас просто может вкусовые ощущения, конечно, у всех разные. Закончился гей для душа Нарцисс. Это, наверное, уже третья упаковочка. Или четвертая за это время. Пудровый такой. Немножко как бы порошковый. Но мне, тем не менее, он нравится. Также у меня закончился кондиционер. Золотая органа от Фаберлик. Покупала два раза. Первый раз говорила вам, что мне он не понравился. Был слишком яркий. Сейчас, мне кажется, яркости чуть-чуть поубавили. Но вот два флакона чуть-чуть поднадоел. Хочется сменить на другой. Потом, может быть, к нему вернусь. Далее у меня закончилась жидкость для снятия лака. Покупаю ее все время. Я уже говорила, она хорошо удаляет лак. У нее не такой, не сильно бьющий в нос, не резкий аромат. И здесь подходит для ослабленных ноготков, для слоящихся. Так как здесь есть касторовое масло в составе. Поэтому еще как бы вот такой смягчающий ухаживающий компонент. Покупаю магнит косметики. Стоит бюджетно. Также у меня от Faberlic закончился спрей из серии Oxiology. Я использую его по утрам, вернее по вечерам, как тоник. Утром у меня из серии Global Oxygen идет, по-моему, у нас бустер. Да, вот я им пользуюсь. А вечером вот этим продуктом очень-очень мне он нравится. Постоянно использую. И вот в качестве тоника чаще всего его. Также я FixPrice покупала на пробу вот такое мыло. Absolute Kids. Неплохое мыло. Имеет аромат череды. И указано, что не содержит реклоза. В мыльнице, в принципе, тоже себя неплохо ведет. Далее у меня закончилось еще одно средство. Это вот эвкалиптный арбуз. Второе. Видите, я вас не обманывала. Я два использовала. Но у меня они быстро расходуются. Довольно быстро. Также у меня для ванной средства закончилась морская свежесть. Это еще первая у нас упаковочка с лимонной кислотой. Но войдет с борной кислотой для лучшего отбеливания. Тоже хорошее средство. Постоянно покупаю. Очень нравится. Мыло Johnson's детское. Обожаю это мыло. На данный момент вот это мыло. И такое еще в сиреневой упаковке. Мое самое любимое. Но у меня в магазине, который ближе всего мне к дому, который по пути, вот это мыло не завозят. Разобрали. Вот поэтому я покупала вот то Абсолют. Еще вот покажу вам сейчас другое. Все хожу, смотрю, нет. Нужно, в общем, идти либо в пятерочку, либо куда-то в другой магазин. Потому что, ну, например, у меня есть еще один магазин, но там оно довольно дороговато. По, по-моему, 59 рублей. А я покупала по 39. 20 рублей разница, конечно, ощутима для мыла. Также у меня закончилась пенка из серии Айсиул. Очень ею довольна. Она прекрасно удаляет остатки макияжа. Пенка шикарнейшая. Далее у меня закончилась мыло для кухни. Это тоже антибактериальная серия. Новинка шестого каталога. Нежное алое. Очень приятный аромат. Понравилось очень. Прекрасно удаляет запахи неприятные. В общем, отлично. Еще один шампунь. Это Репейник от Флоресан. Помните, я вам говорила, что я иногда использую другие шампуни, чтобы волосы не привыкали. Так вот, это вот такой шампунь я использовала. Покупала, наверное, я его еще или в январе, или в феврале. Пользовалась нечасто и надолго хватило. Еще когда использую кокосовое масло для волос, тоже из Фикс Прайс промываю волосы, я вот этим шампунем он хорошо промывает. Еще один вот такой же бальзамчик из серии Рельсет у меня закончился. И вот я покупала вот такое мыло пока на замену Джонсонс. Это детское увлажняющее, именно с овсяным молочком. Они по аромату очень похожи от концерна «Весна». По-моему, в Самаре его делают, также неплохо работает, не раскисает, хорошее. Из серии Beauty Cafe, лаймовый сорбет, мыло для рук. Очень люблю эту серию, тоже часто пользуюсь. Далее у меня закончился крем из серии Global, вернее, это не крем, кремы подходят тоже к завершению. Это маска Global Oxygen, она прозрачная, голубоватая, шикарная маска. Она прекрасно увлажняет кожу, девчонки, и вот для увлажнения кожи просто шикарнейший продукт. Обязательно, либо по акции Лайт, либо по ВИП-программе буду эту маску повторять. Вообще, мне серия Global Oxygen очень понравилась. Также у меня еще один гель закончился, это Story de Amor от Faberlic. Это вишня, но вот вы знаете, зимой она была для меня приятнее, сейчас вот потеплело чуть-чуть и больше в ней кислинки. Вот на обонянии вот сейчас больше кислинки. Конечно, мне бы вот если этой кислинки не было, было бы лучше. Также еще одно мыло, это малиновый мельфей закончилось. И еще у меня закончился следующий продукт, это гидрофильное масло. Использовала вместе с пенкой Сеул. По вечерам настолько привыкла к нему. Сейчас использую просто пенку Global Oxygen и гели серии Oxiology. Вот как-то комбинирую их. Но все-таки гидрофильное масло мне нравится больше. Немножко решила дать коже отдохнуть, чуть-чуть сменить. Но обязательно буду делать заказ и его закажу тоже либо по акции Like, либо по вип-программе. Бальзам для стоп, гладкие пяточки мой любимый. Обожаю это средство. Еще паста зубная плюс 200% от Faberlic закончилась. Еще здесь у меня что-то на домочке в пакетике. Сейчас вам покажу. Это у меня из новой серии по уходу за ногтями. Кальцевый корсет. Кальцевый щит, по-моему, называется. Понравилось. Хотела заказать, но не было на складе. Не все средства мне подошли из этой серии. Я сейчас их тестирую, пробую. Но кальцевый щит понравился. И его я, если буду повторять, то как будет на складе, закажу. Потому что у меня закончилось. Я сейчас пользуюсь антивозрастным средством. Как основу под лак. Вот это понравилось. Хорошая основа. В общем, вот такие у меня пустые баночки были. Пишите, что закончилось у вас. Всегда очень рада вашей обратной связи. Ну, а теперь я всем говорю вам пока. Всем до свидания. Всем до новых встреч на канале. С вами была Виктория. Субтитры сделал DimaTorzok